Горбачёв Съезд были Горбачёв много снимал министров Министерство ликвидировано Так вот Игнат Трофимович у него памяти не было То партбилет забудет, то палочка забудет Сильно больной был Но я ему сказала, Игнат Трофимович Если вы меня послушаете То через полгода вы будете здоровы Вот И значит Он отказался от мяса Я ему сказала, мясо нельзя есть И он стал здоровый Он память восстановил Палку бросил, на ход ездил даже Потом я лечил старую Жену Жданова Это был Жданова, первый секретарь В Петербурге Ей было уже 91 год Зинаи Александровна Она капризная была Вот эта Зинаи Александровна У неё вот такая шкатулка Ценности Она мне говорила, Лена, дай мне серёжки Можете такую мелочь рассказать Которую я к Косыхину ездила А я говорю, Зинаи Александровна А я не помню Как не помнишь? Да на твоём бисе бы Любая женщина От зависти лопнула А я говорю, чё лопать Из-за ваших игрушек Как она обижалась Я говорю, вот ваша целая Эта коробочка Какая игрушка Это вот такие она Это 18 каких-то карат Я говорю, хоть они будут 118 Мне ничего не надо Я действительно Ни одной Ничего, ни одной игрушки В жизни никогда не вешаю Как только начинается весна Тепло Каждая травка из земли Вот оттаяла трава И поползли Все цветочки Все листочки поползли Чтобы корень не отдал Цветению всю силу Надо ранней весной Собрать корни Это Я собираю 25 видов корней Вот Потом Корни эти отдают силу Своим листочкам Потом корень скажет им Хватит Вы уже Выросли в свою величину И набрали свои лечебные свойства Теперь корень дает силу Цветочку А потом Эти цветочки отцветают И он последнюю силу Отдает размножению Уже семена Так вот Корни собирает Ранней весной До цветения Вслед за корнями Собирают листья Вот Может быть слышали Листья крапивы Майские Сильные очень Потом Собирают цветы Самые сильные цветения Начинаются Июнь Июль И август Значит У них Они как и люди Люди Когда самые сильные Бывают Они бывают Сильные От Скажем От 17 До 35 лет Цветет человек Да Юность Там Девушки Так же И так же Цветы Когда Травки Когда они Цветут Они самые сильные Вот Самая сила В их Цветении А когда Они Отцветают То тогда Надо Семена Собирать Значит Собирать Надо Утром После Росы Вот они Умоются Росою И начинают Собирать Божью Энергию Они собирают До Четырех Часов После Четырех Часов Собирать Нельзя Потому что Каждая Травка Перерабатывает Эту Божью Энергию Свои Микроэлементы Свои Белорусско Активные Вещества Свои Витамины Я Поделами Хожу И смотрю Вот У одного Дома Зеленый Покрол Спорщик Я Захожу И спрашиваю У вас тут Больные Есть Спина Болит Или суставы Да Да Есть А вы Что Спрашиваете Я говорю Посмотрите У вас Ковер Спорща Иду Так По деревне У другого Дома стоит Стеной Пустырник Я захожу Возьми Возьми Нагни Ее Часто Часто Сердце Воржи Кишечники Он превосходит А вот А вот Блестящий Абсолютно За три Лошадей Он лечит Мы питаемся Сейчас Отношение Совершенно Другое Но есть Хирурги Очень Хорошие Я за них Молюсь Так же Как был Амосов Вот Амосов Сказал Николай Михайлович Он сказал Почему Человек Разделили На 18 Врачей Кровь Это единая Идет По артериям По венам Если Кровь Чистая У человека Ни один орган Не заболеет Но в нашей Крови Что Сейчас скажу Холестерин Это все Сердечные Сознанные Заболевания Соли В крови Это Острокондроз Айматизм Радикулит Полиартриты Сахар Диабет Хромиды Рак Стефилококки Стрептококки И какая только Нечица в крови И вот Как можно лечить Отдельный орган Врач один Лечит глаз Глаза Второй Ухо Горло Носа Третий Кардиолог Четвертый Пульмонолог Уролог Гинеколог И так далее А кровь Единая Кровь Единая Кровь чистая Значит Вот Кольники И голодкой Сразу Кровь То есть Наши все Клеточки Омывает Кровь Все миллиарды Клеток Кровь А река Нашей жизни Если кровь чистая Ни один орган Не заболеет И я чищу Кровь Целенаправленно От От Сахара От Сахара От Холестерина От Хламидов От Стефилококков От Гепатитой И так далее Был такой Умнейший Врач Ланге Удивительно Лечил Людей Он знал Всю работу Всю систему Работы Сердца И он Сказал Что сердце В основном Заболевает От Пищи И от Нервов Других причин Не бывает Почему от Пищи Потому что Когда мы Едим Больше Жира Печень Этот остаток Жира Отправляет Кровь И кровь Вот этот Холестерин Забивает И коронарный Сосуд Сердца И мозга Помимо Вот этих Главных Орта И Вены У нас Миллиарды Капилляров Сто тысяч Километров Капилляр И вот эти Капилляры Забиваются Так вот Ланге Он Значит У него Наука Была Очень Разумная А в Тридцатых Годах Его Наук Отклонили Почему Потому что И не стали Преподавать Медицинских Институтов Потому что Заменили Таблетками Таблетки 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 Это прежде всего Миллиарды 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 Нашему Государству А людям Эти таблетки Пользы почти Никакой Не приносят Вот я И читала Лекцию И сказала Врачам Почему Вы Живые Улыбаются Почему Вы лечите Мертвым Как Мертвым Я говорю Таблетки Ваши Мертвые Если Если Вы Говорите Что Это Растительность Вот От живого Леса Там В таблетках Ничего Ничего Не остается Их Галина Фармацевтическая Фабрика Шлифуют 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 Добавляют Красители Видели Розовая Красная Таблеточка Добавляют Химию Чтобы эта таблетка Два года хранилась В аптеке Должили потом Списывать Потом Штампуют Коробочку И В аптеке Раньше После войны У нас в Москве Было 56 аптек Сейчас У нас 914 На каждом Шагу Аптека И в этих Аптеках Вот эти Таблетки И еще У меня есть Статья 87% Фальшивки И добавки Польза науки Еще не доказана А вред Очевиден Ну как не радоваться Темной жизни Когда Господь нам Столько дает И для дыхания И для радости И для лечения Зачем люди болеют 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 Наш Красногорский Завод Продали Немцам За 5 лет Немцы Вогребают Лучшие травы С Алтая С Крыма С Кавказа И вывозят В Германию Она Красивых коробочках Труха И отходы Никто От меня Не ушел Чтобы я Не попросила Чтобы они Собирали травы И говорю Ну поймите Господь Всю землю Покрыл Для чего Для меня что ли Для каждого И говорю Вот у вас есть Дачи У вас есть Может быть Деревня У вас есть Друзья Поезжайте Пособирайте Травы Крапиву Знаете Зверобой Знаете Ромашку Знаете Поддорожник Знаете Ну чтобы Дерейте Хоть 5 трав 5 трав Они вам Они будут Вас лечить Мы все Связаны С растительностью Как может быть Человек Жить без леса Без лука Без травы Не может Собирать их надо Когда они цветут Сушить их надо В тени Потому что Если травка Будет сохнуть На солнышке Она отдаст Ту энергию Которую Забрала Поэтому надо Сушить Лучше всего Конечно На чердаках Там они Под крышей Нагреваются И очень быстро Сохнут Там и сквозняки Ну можно и дома Но где-то Надо в тени Сушить Хранить их Хранить их надо Лучше всего В крафтовых мешках Ну можно и в таких Тканевых мешках Хранятся они обычно Месяц То есть год Год или полтора А потом У них эфирные масла И лечебные свойства Потихоньку Уходят И после двух лет Вообще Не надо их Употреблять Для лечения Но выбрасывать Тоже не надо Если останутся Надо сделать Из них ванны Как только Солнышко И Божья энергия Увеличивается Да Весна То каждый Колесочек Дает свой Стебелечек Листочки Потом цветочек Потом семена И все это Идет по Божьим законам По Божьему Редактор субтитров Корректор А.Кулакова